Всем привет, друзья! Значит, мы продолжаем делать видеообзоры на эстрадную акустику. И сегодня у нас в гостях акустика эстрадная от производителя Edge, сокращенно в простонародье ежики. Все спрашивают, а чей производитель? Кто это вообще? Вообще, производитель у нас идет Англия. Разработан это сегодня в Англии, но он собирается, как известно, как и все, в принципе, в Китае. Вот. Сегодня мы решили сделать именно обзор на такие две интересные модели эстрады. У них это среднечастотные динамики Edge, модель EDPRO 6FB, E6 и RUPORA Edge. Значит, модель у нас называется, моделька-модель EDPRO 37TA-E4. Вот. Это самый популярный, самый популярный комплект на сегодняшний день в эстрадных динамиках Edge. Вот. Даже назовем их правильным словосочетанием, как пацанский выбор. Почему пацанский выбор? Потому что, во-первых, недорого, во-вторых, доступно по цене, в-третьих, довольно-таки громко. Вот. Реально, то есть, для тех, кто не обладает особой финансовой возможности, тем более это по цене с района, как говорится, охота дешево и сердито, пожалуйста, для вас есть довольно-таки достойный вариант. То есть, такие динамики пара стоят, EDPRO, эти стоят 1500 рублей, руборажик не стоит 1200 рублей, то есть, средняя цена рочек за пару. Представьте, то есть, за 2700 вы получаете полноценный, громкий фронт. Это реально. На сегодняшний день это очень реально. Вот. Сейчас, прежде чем, как их крутить, послушать, давайте вкратце, значит, маленько расскажем, что они собой представляют внешнюю. Вот, значит, модель средночастотных динамиков EDPRO 6B-E6. Вот так вот там выглядит. Ничего особенного внешнего в ней нету. Довольно стандартный магнит, стандартная корзина. Как всегда, бумага у нас идет довольно-таки тяжеленький под динамика. По размеру, то есть, да, как еще раз повторюсь, они идут классические, да, но вот если стоите в двери, то есть, порой некоторые двери, они залезут без всяких проблем, некоторые двери нужно что-то будет добывать, все это иметь в виду. То есть, это не какая-то особенная динамика, все это классическая динамика. Такого-то, по-среднему размеру. Вот. Про рупора, про рупоражи интересные. Уиджи это одни из самых бюджетных рупорков и довольно-таки достойных. Они идут слимовских, то есть, тонкие, пожалуйста, видите, глубина посадочная. Довольно-таки маленькие. Компактные. Компактные на феррити. Да, они на феррити, они залезут, то есть, не подумайте, на не один, а феррити они идут. Вот, довольно-таки компактные, то есть, залезут в большинство дверей. Да, давайте сравним вот их с баловой, допустим, видите, да, то есть, по посадке они довольно-таки компактные в этом плане. Вот, залезут в большинство дверей. Ну, а так, к ней все по стандарту, да, то есть, значит, динамики рупора выглядят довольно-таки стильно, с ферменной гравировкой Edge. Ну, что здесь из особенностей, еще конденсатор есть рассчитанный, 2,2 микрофарада, то есть, сразу прикреплено, то есть, надо отдельно выискивать и высчитывать конденсатор. Вот, и, пожалуйста, готовый, чтобы у вас пищалка, после чего, не сгорела. Значит, что я забыл отметить, да, про мощность динамиков. То есть, рупора у нас идет, мощность номиналка, если память не изменяет, 75 до ватт, максималка идет 225 ватт. У странных же, вот этих среднечастотников, по мощности, если их брать РМС, то есть, номиналка идет 150 ватт, а в максимале они могут 300. Немаловажность, чувствительность динамика, да, чувствительность динамика среднечастотника у нас идет почти 91 дцбел, то есть, 90,7 дцбел. Конечно же, как вся эстрада, желательно пускать через усилок, и что рупора, что среднечастотники. Ну, если у вас же возможности нету, в принципе, можно попробовать, как для пацанского выбора, запустить их и просто от головы. То есть, вполне возможно, они играть будут. Вот. Ну и частотный диапазон, значит, динамиков, вот этих среднечастотных, сейчас скажу, от 150 Гц до 10000 кГц, да. Ну, мы сейчас посмотрим, на какой частотный диапазон их подрезать, как они будут, в каком частотном диапазоне будет играть лучше всего. Запускать, значит, будем мы их, что рупора, что среднечастотники вместе в паре от стандартной магнитолы Пионер. То есть, допустим, имеем магнитолы, которые стоят там 3000 с копейками. И будем слушать, значит, без усилка и с усилителем. Усилитель у нас будет по стандарту Урал Вархет 4.135. Ну, довольно-таки мощный четырехканальный усилитель для эстрадной акустики. То есть, послушаем, еще раз повторюсь, и с ним, и без него. Сравнивать же мы сегодня, эти же будем, вот мы вкрутили одну пару, будем сравнивать в своем ценовом диапазоне с среднечастотниками и с рупором Аватар. То есть, Аватар МТУ 65 и Аватар ТБР 57 рупора. То есть, эти динамики идут сами по себе подороже, средний ручный ценал, такие динамиков, среднечастотников МТУ 65 и Аватар ТБР, рупоров же тоже в районе 1800 рублей, то есть, они даже дороже идут. Сравним, как они будут играть, на примере. Вот, ну все, сейчас запустим, послушаем, посмотрим, сделаем выводы. Включаем фильтр высоких частот, ставим, ставим сейчас от 125, а вторым порядком. Усилитель. И усилитель на всю шутку. Так, а включи, Усилок. А? Включи. Вон, включай. А, вот тебе включай. Снимай. Сейчас играют Эджи. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok